Набережная Тем самым преображая весь город А это, кстати, настоящий тренд Эко-тренд А с вами Марина Кравцова и Марина Матвеевшина В программе Эко-тренд Сегодня в программе Цветочная вежливость, как растение платит за уход и хорошие отношения Очень благодарные цветы Пионы, ирисы, бадан, гехера, футуи у нас есть, рябинник Чего не хватает для детского счастья И как самарцы подарили праздник малышам Такой радости у детей я вообще не видела и не слышала Как они тут визжали и что они тут делали Всех деревьев он начальник и пенечков командир Самарец осваивает новую редкую профессию У нас в городе появился порчеватель пней Который спиливает пни любого диаметра Цветочное царство в одном отдельно взятом дворе Вера Родионова начала создавать его, как только переехала в этот дом Больше десяти лет назад Тогда во дворе было много садовой мальвы, которая росла сама по себе Но хотелось чего-то более стильного и изысканного Такого, что удивило бы всех и жителей дома, и прохожих В основном многолетники сажаем, многолетники, потому что с ними проще в уходе Они не требуют таких трудозатрат И очень благодарные цветы Пионы, ирисы, бадан, гехера, футуи у нас есть Рябинник просто красиво в городе Красиво около своего подъезда Даже люди проходят и говорят, у вас лучший подъезд Цветочных дел мастерам зеленый свет В городе реализуется программа «Цветущая Самара» С каждым годом газонов и клумб становится все больше В этом году яркие и ароматные площади увеличатся на треть Каждому, кто поддержит почин, власти готовы помочь К примеру, в этом году впервые в администрации Октябрьского района Принято решение выдавать материал флористам-любителям В этом году администрация Октябрьского района заключила контракт На покупку 17 видов цветов Это несколько видов бархатцев, несколько видов петуний Агератум, сальвия Полный перечень цветов, которые возможно предоставить администрации Они находятся в администрации района Любой житель может позвонить, спросить, какие цветы Администрация района может выделить Всего 17 видов цветов Каждому, кто выращивает цветы в своем дворе Самое время обращаться за поддержкой Наталья Малерчук не менее часа в день посвящает цветам И эта клумба создавалась всем миром Многие жители помогали рассадой Кто-то от соседей по даче привозил Кто-то помог с семенами Цветы радуют глаз Это как праздник, ассоциируется с праздником Красиво, люди не так мусорят Здесь дети у нас гуляют С колясками мамы Останавливаются, смотрят, цветочки нюхают То есть для души Для радости И для красоты А задача на будущее Чтобы весь город стал цветущим И в каждом дворе были свои мастера Садовники, способные создать красоту Которая, по слову известного классика Спасет мир Самара готова стать настоящей цветочной столицей Поволжья Здесь в 13-й раз прошел фестиваль цветов Подготовка началась заранее Тема конкурса в этом году – городские цветы На небольшом участке площадью 16 квадратных метров Ландшафтники установили стену дома, дверь и лавочку Окружать инсталляцию будут ирисы, бархотки и петуньи Растения уже привыкшие к самарским почвам Они же у нас теплицы, они подкормленные Они все закаленные цветы Так что они адаптируются, быстренько пойдут Везде бывает тяжело, но мы уже как-то привыкли Это наша работа В день праздника парк дружбы превратился в настоящее царство цветов Городские цветы навсегда завладели вы сердцем моим Напевает Марина Сандалова Автор конкурсной композиции «Гусарская баллада» Участок с фонтаном и популярными городскими растениями Посвящен юбилею режиссера Эльдары Рязанова Это ваш любимый фильм и режиссер? Ну, знаете, наверное, да Я думаю, не только мой Люди собираются, им очень нравится здесь фотографироваться Потому что целая очередь даже, чтобы фотографироваться Поэтому я так думаю, людям нравится Тем более примерять гусарскую шляпу Это вообще в восторге всех приводит Именно гусарская баллада стала лучшей в конкурсе лучших ландшафтов На тему городские цветы По мнению жюри, композиция была самой гармоничной на фестивале Всего в парке дружбы высадили более 120 тысяч растений Гости праздника любовались буйством красок Покупали рассаду для своих участков И фотографировались с уникальными декоративными фигурами Сложно выделить какие-то композиции Все очень красиво Радует, что городские власти нам устраивают такой праздник для жителей Уже несколько лет И каждый раз все больше и больше масштаб Однозначно лучше, красивее, зеленее Такие фигуры красивые Места для фотографирования Ну, нам очень нравится Мы не жалеем, что пришли Не только красота, но и порядок важны жителям города Конечно, без порядка никакой красоты не будет Чистый двор уже глаз радует И многие жители не ждут милости А сами наводят порядок Не только во время традиционных субботников Но и круглый год А помогают им в этом общественные советы микрорайонов Так называемый третий уровень власти Структуры появились совсем недавно Но уже заметны очень хорошие результаты Одна за другой опасные ветки падают на землю Да и тополиный пух людям докучать больше не будет Деревья, угрожающие здоровью прохожих Приводят в порядок по обращению жителей дома на проспекте Карла Маркса Быстро вызвать бригаду и спилить Нависающие над тротуарами ветки Помог общественный совет микрорайона Хорошее решение, чтобы появились такие советы Потому что они именно представители Именно жильцов присоветили простых людей А тем более у нас больше пенсионеров В этом году для наиболее эффективного взаимодействия с жителями Создана специальная должность Управляющей микрорайона Его номер телефона есть у всех общественников и активистов То, что во дворе на Карла Маркса Спилили аварийные ветки Только первый шаг Здесь необходимо привести в порядок Газоны, тротуары, детскую площадку Важно, чтобы жители, общественники и районные власти работали вместе Годовалый Савелий так рад свежему песку, что проверяет его даже на вкус Песочница во дворе в Гвардейском переулке Лишь часть большой совместной работы местных жителей И общественного совета микрорайона Работа закипела и продолжается по сей день Жители разбили клумбы, посадили цветы и деревья Пока это совсем молодые саженцы Но через несколько лет здесь будет и грецкий орех, и черемуха, и хвойные Все сделали люди Особых вложений сюда никаких не было Если вы видите, и газоны разбиты И песочницу сделали Самое главное, что люди поверили в то, что все можно сделать своими руками И никаких особых вложений не надо Надо просто выйти и захотеть Много лет двор был в запустении Вспоминает старшая по дому Солнечный свет закрывали пухонесущие тополя На газонах ничего не росло Жители обратились в общественный совет микрорайона С просьбой помочь привести двор в порядок Нам спилили все четыре тополя Убрали весь мусор отсюда Своими силами сделали песочницу Председатель привез нам песок Такой радости у детей я вообще не видела и не слышала Как они тут визжали и что они тут делали Вместе помогал веревки развешивать Помогал песочницу делать Клумбу разбил из своих окон Я очень люблю цветы В планах обустроить зону отдыха и небольшой спортивный уголок Не только дворы, но и весь город содержат в чистоте Дорогам, к примеру, показаны регулярные банные процедуры Теперь самарские улицы моют от 4 до 20 раз в месяц Не обходят стороной и остановки, пешеходные переходы и тротуары Дороги с интенсивным движением летом моют до 20 раз в месяц И к удивлению жителей, многие улицы поливают даже во время дождя А это, по словам сотрудников МП благоустройства, эффективная технология Когда идет дождь, у нас получается, что вся грязь смывается с газонов, с тротуаров И когда идет поливомоечная машина, даже во время дождя Вся та грязь и тот мусор, он прибивается в приладковую часть Откуда потом его очень удобно убирать Как механизированным способом пылесосами, так и вручную Куб воды на километр дороги Первый проходит поливалка, за ней неотрывно следует пылесос Ванны устраивают для всего участка От остановки до проезжей части, смывая накопившуюся грязь Но, несмотря на столь тщательное мытье улиц Чистой дорога остается не так долго, как хотелось бы Данные казусы происходят в связи с тем, что В газонах давно не обновлялся чернозем В связи с этим выдувает песок, землю А также после дождей, после обильных, особенно дождей Вымывает грязь на приладковую часть дороги В связи с этим приходится чаще совершать плановые уборки Здесь, на улице 22-го партиезда, с самого утра моют посадочную площадку, тротуар, пешеходный переход Водные процедуры, как минимум, уменьшают количество пыли А самарцам становится дышать легче Марина, а ты знаешь, что такое веткоруб и пенькогрыз? Ну, судя по названию, можно догадаться Название, конечно, говорящие, так в шутку своих механических помощников называют работники служб благоустройства Веткоруб – это машина, которая помогает вопилке перерабатывать ветки аварийных деревьев А пенькогрыз – это устройство, которое выкорчевывает пни, чтобы на этом месте можно было посадить новое дерево Фрезер оставляет лунку глубиной 70 сантиметров И через какое-то время на этих же местах можно высадить новые неаварийные деревья С ветхими растениями разговор короткий Срубленные деревья специальная установка перерабатывает вопилки Быстро и экологично Занимает объемы намного меньше для транспортировки и подобных вещей Вполне коммуникабельная, компактная установка, то есть мобильная В любой точке города возможно применять ее, так как она постоянно в движении находится И технические характеристики очень хорошие, техника очень замечательная просто Удовольствие работать Пни рубят, щепки летят Новый фрезер, приобретенный специально для городского хозяйства, за 15 минут справляется с пеньком любого диаметра Раньше за день вручную рабочие могли выкорчевать не больше 8 штук Теперь производительность труда выросла вдвое У нас в городе появился корчеватель пней, который спиливает пни любого диаметра После чего на это место можно посадить новое дерево В измельченном виде в один камаз помещается в 5 раз больше опилок Если вывозить ветками, пришлось бы делать несколько рейсов Экономия налицо Приводят в порядок в Самаре и газоны Каждый день работает до 120 человек Косят и собирают траву Мы основные улицы уже прошли некоторые по 2 раза В связи с тем, что у нас обильно идут осадки и солнышко То трава очень хорошо растет Косим, косим и еще раз косим Амброзия вдоль дорог встречается не так часто, как в дворах или на незакрепленных территориях Но покос газона важен не только с эстетической точки зрения Трава, особенно на оживленных участках, быстро покрывается слоем пыли И без стрижки не обойтись Еще одна интересная новость Самара подхватила буквально европейский эко-тренд В Ленинском районе появились специальные контейнеры для уборки за собаками В них владельцы домашних животных могут бесплатно взять специальные пакеты и совки И, кстати, такие контейнеры скором должны появиться во всех районах города За границей-то вон все же они убирают Там чистота вон какая Да Ну то есть вы готовы за свою собаку убирать? Да буду убирать, а чего раз, да все Мы всегда за все положительное, за все современное, перспективное, как сказать Конечно же мы за Сама идея родилась в молодежном совете при администрации Ленинского района Там уверена, что пора перенимать зарубежные традиции и приучать хозяев собак к порядку В итоге нашлись спонсоры и первую партию пакетов и держателей для них уже установили в городе Денег на самом деле ушло немного, порядка 25 тысяч рублей Это все, полный набор, то есть это получается диспенсер, столбы и пакеты Пакетов закупили 2000 На данный момент на территории района расположено 4 диспенсера для того, чтобы жители могли воспользоваться данными пакетами В ближайшее время планируется установка еще около 40 диспенсеров Каждый житель может указать место, где требуется такой бокс с пакетами Для этого нужно обращаться в администрацию района И тогда в указанном месте обязательно появится специализированный контейнер А как вы заботитесь об экологии родного города? Расскажите об этом в нашей группе «Самара. Чистый город» в социальной сети ВКонтакте Также мы ждем ваших идей и историй о людях, которые своими силами благоустраивают город, делают его чище и красивее А мы с вами не прощаемся, а говорим до встречи Берегите природу Будьте в тренде! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова